Живым символом русского духа и русского характера. Встречайте! Шаман! Встречайте! Шаман! Встречайте! Шаман! Герои России останутся в наших сердцах до конца. Встанем и вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли. Кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. В общем, я хотел бы сказать, что сейчас идет не специальная военная операция, а начавшийся серьезнейший процесс по спасению цивилизации. И те, кто сейчас идут на фронт, они должны еще понимать, что они идут не только для того, чтобы спасти свою семью, детей и будущее. Они идут защищать родину. Но не ту родину, которую управляют зачастую предатели, люди совершенно безнравственные, в погонах и без погон. Не за ту родину, чиновники которой называют народ быдлом и говорят, что народу нельзя много знать, тогда им сложнее управлять. Не за ту родину они идут на фронт, сражаться и умирать, в которой предатели и подлецы держатся у власти, несмотря на недостойное поведение. Они идут сражаться за ту страну, которой будет Россия. Страну, в которой подлым негодяем и предателем будет невыгодной. Где подлость, разврат, еще недавно пропагандирующийся со сцен с экрана телевизора, все это не будет в почете. То фазовый переход коллективного бессознательного перевернется, и мы пойдем к счастью, любви, комфорту и миру. Но эту работу надо сделать. А это огромная работа. А мы не работаем над собой. Мы орем остановить это немедленно. Ничего не остановится, все будет. А мы будем учиться в этом жить и оставаться людьми. А путь есть. Это путь любви, доброты, заботы о ближнем и понимания глубинных смыслов.